Функция преобразовать. Это очень важная функция, которую стоит внимательно рассмотреть. Знали ли вы, что эта функция может повернуть, масштабировать, а также сдвинуть выбранные вектора? Если вы думаете, что вы все знаете про эту функцию и ее возможности, досмотрите это видео до конца и вы убедитесь, что это не так. Начнем. Функция находится в левом углу. В данный момент она не активна. Для того, чтобы активировать эту функцию, вам понадобится выбрать любой из имеющихся векторов и нажать на значок. Либо вы можете нажать на сочетание клавиш, настройку которых мы обсуждали в предыдущем видео. Я нажму на сочетание клавиш, поскольку считаю это самым удобным способом. В параметрах инструмента преобразовать мы можем видеть масштаб и размер, ширина и высота. Также пропорционально. Пропорционально это, когда вы редактируете либо высоту, либо ширину, они редактируются пропорционально друг к другу. То есть если мы в одном значении поставим 40, то и в другом значении также изменится на 40. Также мы можем редактировать это все в процентном соотношении. Когда мы изменили на 40, у нас появилось 133 и 333 процента. Мы можем вернуть это обратно на 30. Нажать на проценты и видим, что в данный момент у нас 100 процентов. Если мы выберем 200 процентов, по логике наш квадрат должен измениться в 2 раза. То есть 60, как мы видим это в данный момент. Также если мы уберем этот значок, мы можем редактировать, например, по высоте, мы можем поставить 80. А по ширине у нас останется 60. Нажмем применить. Вот мы видим, что получилось. Также у нас есть положение центра. Мы можем менять положение центра нашего квадрата. Например, в данный момент центр модели у нас находится по центру. Если мы поставим, например, 100 по x и 100 по y, мы переместим нашу деталь в верхний правый угол. Также если мы нажмем минус 100 оно переместится в нижний левый угол. Следующая функция переместить. Функция переместить дает возможность перемещения выбранного вектора от текущего его положения. То есть у нас есть положение вектора. И мы хотим сдвинуть его, например, на 10 миллиметров по x. Вот в данный момент он сдвигается. Также мы хотим его, например, сдвинуть по 10 миллиметров вверх, то есть по y. И он сдвигается 10 на 10 относительно его положения, которое он был перед этим. Значит, вы думаете, что положение центра и переместить это две одинаковые функции? Но нет, к сожалению. Функция переместить отвечает за перемещение его из данного положения. Функция положения центра относительно положения его координат. То есть, когда вы создаете модель, вы выставляете координаты. Нижний угол, верхний угол, там центральная точка. Так вот, функции положения центра вы перемещаете его относительно координат. Функции переместить вы перемещаете его относительно текущего положения. Как это будет выглядеть наглядно? Значит, вот у нас есть вектор, мы его перемещаем, ну, предположим, сюда. активируем нашу функцию и мы видим что положение центра у нас изменилась она находится сейчас на 43 и по игру 52 миллиметра но переместить у нас находится по нолям то есть мы его хотим сейчас переместить по иксу на 33 миллиметра то есть мы здесь пишем x минус 10 переместить и все он у нас перемещается по иксу на текущее положение также если мы по игроку например хотим его переместить в ноль но есть более быстрые способы это сделать но мы можем здесь прописать если значение идет минусовое то мы прописываем плюс то есть 52.99 применить и вот мы получаем здесь ноль я думаю это было понятно значит следующая функция у нас поворот функция поворот у нас довольно простая мы можем переместить как против часовой стрелки так и по часовой стрелке например вымираем по часовой стрелке и переместить на 45 градусов и вот он у нас переместился по часовой стрелке относительно центра имейте ввиду относительно центра у нас переместился на 45 градусов что значит относительно центра относительно центра вот у нас находится наше положение центра на нашем векторе мы его можем менять вот мы можем выбрать как правый верхний угол левый верхний угол и так далее обычно по стандарту положение центра находится по центру вектора это вне зависимости от того какой у нас вектор то есть у нас вектор может быть даже вот такого вида но вектор выделяется таким вот прямоугольником и вектор всегда имеет свой центр и также этот центр можно менять функция сдвига мы можем сдвинуть нашу деталь как по высоте так и по ширине буква w обозначает ширину буква h обозначает высоту также сдвиг будет производиться от центра детали например сдвинем мы наш вектор на 15 градусов вверх вот что у нас произойдет либо если мы пропишем минус 15 градусов то он у нас сдвинется в противоположную сторону также хотел бы добавить что для поворота вам достаточно прописать одного значения например 5 градусов и вы можете повторять это бесконечное количество раз то есть вы например хотите что-то подобрать нажимаете 5 5 5 и так далее также можно проделывать с сдвигом если вы хотите сдвинуть ваш вектор например не сдвигая его нижней части вы можете переместить центр вниз и тогда при движении будет сдвигаться только его верхняя часть и так же самое можно переместить предположим в левую сторону и переместить его по высоте на 45 градусов также еще что очень важно вы видите когда мы активируем функцию преобразовать на нашем векторе появляется множество различных точек такие же синие зеленые красные также вы можете редактировать ваш вектор не используя саму панель преобразовать вы можете редактировать его здесь с помощью этих дополнительных точек также вы можете его расширить выбрав точку в одном из углов также вы можете сдвинуть ваш вектор выбрав одну из точек нижнюю либо левую также вы можете сместить положение центра выбрав точку и переместив ее на любое из положений также вы можете повернуть вектор повернуть вектор вы можете когда появляется такая стрелка также вы можете повернуть вектор относительно центра также предположим что мы хотим изменить наш центр берем за центр перетягиваем его в другой угол и хотим повернуть его относительно центра также мы можем сместить центр дополнительно в любой интересующийся вас угол и можем вращать вектор относительно этого центра также можем вернуть центр обратно спасибо большое за просмотр я надеюсь что это видео было очень интересно для вас я постараюсь снять еще дополнительные видео вас попрошу подписаться на канал ставить лайки спасибо всего хорошего ну и для тех кто прям досмотрел видео до самого конца покажу очень интересный способ масштабирования например имеются у нас три такие квадратика мы выбираем прям все три квадрата активируем нашу функцию и смещаем положение центра в нижний левый угол и теперь мы можем масштабировать наши квадратики относительно этого угла например сделаем пропорционально вот и все но если если бы наш центр находился в центре вот бы как выглядело наше масштабирование всем спасибо